Почему кадыровцы экипированы модно, а русские солдаты одеты как бамжарой? Ну потому что руководитель этих кадыровцев сам очень модный, он носит берцы от Прадор, поэтому подчиненные тоже модные. Он не модник, но у него есть своя стиль. Почему ты не воевал, когда к тебе домой пришли российские солдаты, а убежал? Возраст у меня был не подходящий для того, чтобы воевать. Я 85-го года рождения. Даже если не брать во внимание войну, читаешь ли ты, что США купил Зеленского и специально натравливал страну и народ против России? Или это считается нормой, если народ согласен к такому ситуации? Какой смысл было вступать в войну с Россией, пусть они и сами пришли? Разве чеченцы могли потянуть такую мощь? По-моему, это была глупость, просто отправили народ в мясорубку. Очень странное рассуждение. Ты самое главное допускаешь, даже если сами пришли. Ну а как должны себя повезти чеченцы, если к ним пришли с войной? Какие варианты? В смысле расслабиться и получать удовольствие? Что это за... Что это такое? Ну ты вот сейчас сидишь у себя в квартире, к тебе врываются грабители. Ты защищаешься? Как же иначе? Или нет? Или что ты делаешь? Ты предоставляешь им? Вот моя семья, вот насилуйте, давайте меня, если хотите. Вот так что ли ты себя ведешь? Удивительно просто. А как мы должны были еще себя повезти? К нам пришел враг, чтобы нас убивать, и мы вышли против него. Мы не хотели этой войны никогда. Ни в первую войну, ни во вторую. Да никогда за эти 400 лет мы сами этой войны не хотели, она всегда к нам приходила. Вам не кажется странным, что война всегда шла на нашей территории? И никогда на территории России. Мы никогда ничего там у России хапнуть не хотели. Всегда убивали нас на наших землях. Как минимум, стоило понять, что война с Россией значит отправить народ в мясорубку без всяких шансов на победу и оставить идею воевать с Россией силой оружия и добиваться делов переговорами. Какими переговорами? Я опять говорю, к тебе пришел враг, тебя вот грабитель зашел уже в твою квартиру. Он не ведет с тобой переговоры там за дверью. Типа, давай ты нам дашь нам что-то денег и мы не будем заходить. Такого нет. Он уже все вынес в дверь. Уже зашел сюда. Кто там с тобой собирается вести переговоры? Вы так говорите, Масхадов погиб, говоря о переговорах. Масхадов погиб в одностороннем порядке, объявив о прекращении огня. Просто объявил, что все, мы не стреляем, никаких операций. Только защищаемся, но не наступаем. И вы говорите, типа, нужно было переговоры. Так хотели эти переговоры, требовали до последнего. Кто собирался с тобой переговоры вести? К тебе уже зашли, здесь есть конкретные цели. Они хотят наживиться тем, что ты имеешь у себя в квартире. Изнасиловать кого можно, убить. Вот так уйти. Точнее не уйти, а себе еще эту квартиру оставить. Такова у них цель. Они не хотят с тобой переговоры вести. О чем можно здесь говорить? Какие могут? Здесь может быть только два варианта. Это либо ты должен стать предателем. Типа они зашли, и ты говоришь, так, ребята, вот смотрите, вот у меня тут есть семья. Мои дочери, моя жена, вот забирайте, делайте с ними все, что хотите. А я как бы не против. И тогда тебе говорят, ну ладно, вот тебе должность главы администрации сначала, потом президента. Потом тебя на стадионе подарут, твоего сына сделали. То есть вот такой был сценарий, другого нет. Либо ты становишься вот этим как бы предателем. И на всю оставшуюся жизнь досудного дня ты в историю ходишь как предатель. Либо ты сражаешься. И не важно, какой будет конец, какой будет результат. Но ты сражаешься, потому что к тебе пришел враг. Но уступили бы им территорию временно, и получили бы какие-нибудь, пусть небольшие уступки, зато людей бы сохранили шансов никаких, не было воевать было бы. Этот чувак, походу, не понимает, наверное, что мы ему объясняем. У меня нет для тебя другого ответа, друг. Если ты очевидные вещи не понимаешь, то мы тебе ничем помочь не можем. Грабители, которые к тебе пришли, но они не говорят тебе, давай ты нам уступи никаких проблем. Нет такого. Они пришли с конкретной целью. Они убивают, они грабят, они насилуют. И против этого нужно сопротивляться. Если к тебе пришли, это обязанность. Каждый должен выйти и сражаться. Почему ты не воевал, когда к тебе домой пришли российские солдаты, а убежал? Возраст у меня был неподходящий для того, чтобы воевать. Я 85-го года рождения. Ты путем легких арифметических вычислений поймешь, что я не мог воевать. Плюс есть еще особенности некоторые. Кто-то бывает в 14-15 лет такой скороспелый, бывает уже вполне такие, могут держать оружие в руках. А бывают люди наоборот, которые позже созревают. Вот я был из такой категории. Потому что чеченцы, получается, впервые в истории живут под правителем. Нет, чеченцы под правителем жили при имаме Шамиле, при шефе Мансури. Вот это была жизнь под правителем. Сейчас чеченцы живут под оккупацией. Если бы вот это вот подобие человека, который сейчас является ставленником Кремля, если бы его можно было бы характеризовать как правителя, то в отношении него действовали бы все вот эти условия, ахтхамы, которые действуют в отношении правителя в исламе. Но мы ведь с вами понимаем, что это не правитель. Если даже в таком контексте воспринимать, то правителем является Путин, а не его ставленник на месте, понимаете? Конечно, нет, сегодня чеченцы не живут под правителем. Чеченцы сегодня живут под оккупацией. Даже если не брать во внимание войну, читаешь ли ты, что США купил Зеленского и специально натравливал страну и народ против России? Или это считается нормой, если народ согласен к такому ситуации? Я вообще себе слабо могу представить ситуацию, когда Зеленского купили. Вот если бы можно было купить Зеленского, то и, наверное, его купили бы россияне. Вообще в легкую. Вот я себе так, знаете, это представляю. Допустим, не то, что Зеленского. Возьмем там, у него партия, да, сегодня в Раде, которая является, как вот в единая Россия, в России основная партия. Вот так, ну, типа, вы, я сейчас, я прошу прощения, это не значит, что я между ними какую-то параллель провожу. Я имею в виду, чтобы было понятно, да, вот есть как бы основная фракция, то есть партия, которая является большинством в парламенте, как вот в России, это единая Россия. Так, в Украине это партия Зеленского, слуга народа. Вот разница в том, что там они действительно с помощью выборов, да, в результате выборов пришли к власти. Здесь в России понятно, что это просто захват. Так вот, если бы их можно было бы купить, в России вот несколько олигархов, таких путинских вот этих вот, аллигаторов, они бы могли просто по, там, ну, давайте представим, сколько надо дать Зеленскому и, там, десяти каким-нибудь ключевым депутатам, или двадцати даже депутатам, сколько им нужно дать денег, чтобы они вот купились. Ну, вот если им, допустим, по миллиарду дать, этого было бы достаточно? Я думаю, вполне. А у российских аллигаторов этих возможностей просто с головой. Вообще нет проблем кого-то купить. Если бы была возможность купить, купили бы именно они. Поэтому странно, когда идут такие рассуждения. Мы сегодня видим настолько героическую борьбу украинского народа, настолько там единение, солидарность. И вот в этом контексте идут какие-то разговоры про кого-то там купили. Никто никого не купил. И там невозможно купить. Попробуй сейчас, пойди купи там кого-нибудь. Не купишь. И Зеленский никакой... Зеленский вообще пришел к власти, уже когда весь этот процесс, война, уже и Крым захвачен, и Донбасс ими оккупирован. Уже в это время он приходит. Как можно его вообще в чем-либо винить? Ведь Зеленский не имеет к этому ровным счетом никакого отношения. Он уже по факту как бы получил все то, что он сегодня имеет. Тумсо. Почему талибы покупают нефть у страны изгоя российской политикой? На зло США? Или это просто торговля без политики? Я думаю, талибов сегодня никто не может вообще обвинить. В каких-либо их отношениях с Россией вообще никто. Талибы находятся в еще большей изоляции, чем даже Россия. Поэтому им в этой ситуации как-то нужно выживать. Ну и то, что они не занимают какой-то вообще позиции в этой войне, в этом тоже здесь их никто обвинить не может. Это страна, которая вот только-только пережила войну. Поэтому давайте талибов вообще не будем здесь трогать. Меньше всего в этой истории вопросов талиба. Субтитры создавал DimaTorzok